Касательно вопросов продления жизни и даже бессмертия, я думаю, что это очень даже стоящий вопрос. Но тут надо, сказав А, говорить Б, В, Г, Д и так далее. А именно, если жизнь человека будет продлена, то тут же следует поставить вопрос о том, чтобы у него было на протяжении жизни 3, 4 или 5 выводков детей. У, допустим, волчицы или у тигрицы, в общем, если на протяжении жизни бывает, предположим, 15 выводков детей, а у людей фактически как бы один, ну реально там несколько, не выводков, а детей. А я имею в виду о том, чтобы тогда необходимо активно вовлечь в процесс деторождения и 60-70-летних. Они же тоже уже, если у тебя жизнь уже как бы 170 лет, то, значит, и в 70 лет со своей, в том числе и первой супругой, ты должен как бы вторую партию детей иметь, и третью, и четвертую. И нужно, значит, тогда изменение и семейных отношений внутри этой системы. Это первое. Второе. Ну вообще, на пути к чему человечество может действительно прийти к продлению жизни и бессмертию? Только на пути поиска смерти. Вот смотрите, на пути поиска эликсира жизни и бессмертия люди открыли порох. Алхимики открыли порох, который является источником смерти. Таким образом, значит, на пути жизни нашли смерть, нашли рецепт смерти. А это значит, что по логике рецепт жизни найдут на пути к смерти. То есть, наверное, в военных каких-то лабораториях по, значит, нахождению каких-то новых особых способов, новых убийств, массового убийства людей, и найдут рецепт бессмертия. Я думаю, что в этом плане нужно будет серьезно пересмотреть и многие демографические аспекты. Понимаете, очень часто многие решения, которые бывают на первом этапе, они оказываются катастрофическими для будущего. Предположим, вот говорят, что если взять состояние всего лишь 10 миллиардеров мира, то этого хватит, чтобы накормить всех голодающих планеты. Но если накормить всех голодающих планеты, это приведет мгновенно к мощнейшему новому демографическому взрыву. И в итоге на планете вместо 7 миллиардов будет уже 17 миллиардов людей. Таким образом, хочешь накормить людей, окей, сначала не трогай этот вопрос, но перед этим обеспечь все мероприятия, не допускающие демографического роста, допустим, в развивающихся странах. То есть только те, например, народы или страны, которые примут определенную программу с гарантиями по недопущению резкого увеличения их популяции, только они должны, допустим, получить какую-то продовольственную помощь. Иначе будет еще хуже. В общем и в целом я сторонник поиска научного и продления жизни, и улучшения здоровья, и даже бессмертия. Почему нет? Интересно.